Всем привет! Сегодня вас ждет обзор нашей виллы на Шри-Ланке. Вместе с вами первый раз изучим окрестности. Сейчас я вам покажу прикол с электрическим столбом. Капец! Орех упал! Серьезно? Сельская жизнь по-азиатски. Посетим популярный у туристов пляж Черепах. Артему уже предлагали гашиш, вот эти ребятки. И попробуем местную еду. Оставайтесь с нами! Первое утро на Шри-Ланке. Вместо привычного кофе мы выбрали освежающий бассейн. Как я и обещал, показываем обзор нашей виллы. Нашей она будет 8 дней. Давайте по порядку. Мы нашли и забронировали ее на сайте, который известен каждому туристу. Booking.com. Начнем обзор снаружи. Вот территория с бассейном. Токлон это для обслуживания бассейна. Чилл-аут зона. Макс, как тут? Ты челишь? Нормально? Отдыхаешь нормально? Я понял. Вилла очень ухоженная. Находится она в 5 минутах от океана. Но пляж больше подходит для серферов, так как там всегда волны. Про океан мы еще расскажем. Вокруг виллы дома местных. Эдакое Ланкийское село. Только вместо картошки растут ананасы, а вместо яблок с деревьев падают кокосы. Сейчас покажу дом. Вот на входе навстречаю изображение божества буддийского. Это наш холл. Диван. Деревянная мебель. Здесь стол. Тут у нас, наверное, рабочая обстановка такая. Макс уроки учил. Телевизор, который мы вообще не включали. Окошко на задний двор. Старый граммофон. Одна из наших спален. Обязательное наличие москитной сетки. Смотрите, тут первая семья, которая была в этом доме из Швейцарии. Заметьте, какая оценка виллы на букинге. 9,7. Вот это да. Кстати, басик он построил буквально в этом году. Ванная комната просторная. Есть проточный водонагреватель и летний душ. Вот еще одна спальня. В Азии очень часто используют вентиляторы. Так и дешевле и эффективней. Можно справляться с жарой. Мебель, заметьте, вся деревянная. Если бы здесь использовали ДСП, оно бы и год не прожило из-за повышенной влажности. Здесь очень высокая влажность. Вещи сохнут очень долго. Я сейчас вам покажу, что такое холодильник по-шри-ланкски. Бананы, кокос, манго, авокадо. Кокос уже почищенный. У него внутри очень мягкая мякоть. Не такая, как кокосы, которые у нас продаются. Папайя. Ну тут разные баклажаны, лучок местный. Это молоко и яйца. Это мы шоколадку привезли на подарки для местных линькицер. Это консервы на всякий случай. Это соус томатный для пасты. Я всегда захожу и смотрю по сторонам, чтобы не встретилось никакое животное. Потому что часто, ну тут все время вообще тусуются геккон, по стенам лазят, такие маленькие. Смотрите, ребят, мы взяли чайку, купили в магазине, попробовать манго и масло какое-то. И вот я открываю. Внутри должны быть пакетики, но они запечатаны вот в такую лимонтичную упаковку. Потому что если это будут просто пакетики, как у нас, то они просто будут сырей. Так, кстати, розетки. Смотрите, все оборудованы отдельными включателями и выключателями. То есть я включаю, чайник закипает. Выключаю, все выключается. Это просто чайник без революатор включения-включения. Задний дворик. Видите, соседи живут. Черепица такая вся от влаги, изменившая цвет. Пальмы, пальмовые деревья. Тут мы выкидываем органику, сюда мы выкидываем пластик и неорганические отходы. Иногда приходит хозяин виллы. А, кстати, ланкидзе всегда разбывается перед входом. Он растительный эстет. Убедитесь сами. Каждый день он кладет свежие цветы жасмина в вазу. Очень добродушный парень. Соседи наши, да? Подумаю вам съездить на рыбный базарчик, где продают рыбу. Рыбаки ловят ее утром, привозят на рынок и просто так с земли продают. То есть там тунец, акула, плавники акул. Боже, чего там только нет. Креветки, лобстер. Можно вечерами сидеть, кушать или работать на ноутбуке. Вот это мне место особо нравится. Растение плело всю опору. Просто красота. Вот смотрите, как придумано в кокосовой кожуре. Он посадил цветочек. Внутри растет, представляете? Капец. Вы слышали? Орех упал. Хорошо, что тут навес надо мной. Внука. Ух ты. Такой нелегкий. Кать, зацени, кокос упал. Да ладно. Серьезно? Я бы тут не стоял. Класс? Да. Внутри? А ну, слушай. Тут есть что-то едет. Давайте откроем. Так, откуда начинаем? Наверное, отсюда? Я не знаю. Ловко расправиться с кокосом, как местные. Не вышло. Пришлось изрядно попотеть. Давай я. Я-то не против. Серьезно, как-то надо другим способом. Не нашел. Эх, шутка. Такой бред. Доброе утро. Не, Макс, это фаталий. Это бесполезно. Как и то, что ты ездишь. Это полезно. Кокос вас победил. Смотрите. Кать, получилось. Вот этот кокосик. Вау. Ага, это кокос не питьевой. Вот это те кокосы, которые экспортируются к нам в страну. Это кокосовую стружку с него делает, Макс. Да, дай, 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 дай. Как же второй этаж, спросите вы? Для него есть отдельный вход снаружи. Здесь тоже живут туристы. У них своя терраса, кухня и зона отдыха. Вы можете арендовать весь дом, но нам хватило первого этажа. Еще одна лестница ведет на самую крышу. Отсюда открывается удивительный вид на тропическую деревушку. Что-то понимали, только что в данную ту пальму наш сосед залез. Начал скидывать кокосовые орехи. Катя мне в окно стучит. Смотри, смотри, я выбежал камеру, только телефон успел взять. Сейчас покажу, вот тут видео появится. С телефона, как он залазит, как он скидывает эти орехи. Он уже перешел сюда, что-то палит. Сейчас заглянем. Кто-то из членов семьи тут работает на тук-туке. Тук-тука уже нет. Утром стоял, мы поехали на работу. Сельская жизнь по-азиатски. Муравьи. Муравьи. Пили у нас в Украине нашу Рошеновскую шоколадку. Фирма нашего бывшего президента Украины. Рункицы, наверное, такую не кушали. У них с сосадостями, кстати, проблемы. Это для вас. Спасибо. Украина. Ты знаешь Украину? Да, да. Украина. Да. Чоколад. Да, спасибо. Ты добрызвав. Здравствуйте. Я думаю, украинский шоколад им понравится. Слушайте звуки. Тупо джунгли. Сейчас я вам покажу прикол с электрическим столбом. Это вообще, вы сейчас просто в шоке будете. То есть его можно включить и выключить. И так каждый столб. Да, и так каждый столб. В чем прикол. Прогуливаясь по окрестностям и встречая различную экзотику, мы впервые прочувствовали, что такое настоящая Азия. Вот, например, бабушка из небольшого сарая сделала мини-маркет. Ну и, конечно, как без визитной карточки Шри-Ланки. Знаменитый тук-тук. Максим, мы не забыли? Максим самый главный любитель тук-туков. Мы очень нравились. Макс, так давай тук-тук в Запорожье возьмем, сделаем, и будешь развозить людей. Не, я в аптеке Лены на даче. Мне еще девушка Сережа обещала в 2019-м, что он же делает деревянной, ну, такую машину. А теперь я, да, теперь тук-тук я хочу с ним. Все, ребят, обещали, надо делать. 200 рупий и мыло океана. Уже вечереет, но я очень хочу успеть увидеть местную достопримечательность. Пляж Черепах. Здесь проходит река с восточными водами. Купаться здесь совсем не рекомендую. Мы покажем обязательно в ближайших выпусках, где купаться. Шри-Ланка только начинает восстанавливаться после почти двухлетнего карантина. Страна была закрыта для туристов и получила большой экономический ущерб. Итак, мы на месте. Черепаший пляж – это визитная карточка курорта Хикадула, где мы сейчас находимся. Я не стал ждать и минуты и уже изучаю этих огромных черепах. Эти 10 минут я не смогу забыть никогда. Настолько близко к черепахам, еще и таким огромным, я никогда не был. Это, конечно, самое туристическое место в Хикадуле. Артему уже предлагали гашиш. Вот эти ребятки. А еще они предлагают покормить черепах за 8 тысяч рупий. Это просто ультрадорого. Это 40 долларов, чтобы вы понимали. Снова предлагают. 12-12 долларов 2 грамма марихуаны. Запрещеночки. Теме гашиша. Кто не смотрел выпуски с Анастердама, тут ссылочка. Переходите, смотрите. Там улица Красных Фонарей. И сколько чопачон, короче. Переходите. Впечатлений моря. Точнее сказать, океан. Так, а вот есть экскурсии. Смотрите. Парк Яла. Мы туда поедем сами на машине. Будем брать в аренду машины и уехать. Я нахожусь. Спасибо. А, сегири. Видишь? Трамы и гора нам не очень интересны. Поэтому пока мы ее пропускаем. Изрядно накупавшись и пройдясь по окрестностям, мы увидели самый главный минус Шри-Ланки. Обилие мусора. Но природа настолько сильно его затмевает, что уже за пару дней мусор просто не замечаешь. На ужин мы пошли в один из ресторанов на берегу океана. Извините. Мы пришли в местное пафосное заведение, пляжное. Называется Мамбос. Мамбос. Заказали себе рыбу, креветки и рис с курицей, Максим. Да. Сидим ждем. Я спросил. Ребят, можно ли у вас со своим? Мы слышали, что это так можно. Мы уже купили, просто думаем, ну зачем переплачивать? А он сказал, пойду спрошу у босса. И босс ответил, да, можно. И вот мы тут сидим, ждем наш заказ. Максим в телефоне, Катя в телефоне, я не в телефоне. Ладно, в телефоне. Ладно, я шучу, я не в телефоне был. Кто сейчас сидит в ресторанах и общается? Конечно, ребят, конечно. Я переполненный телефон, я чищу телефон. Это рыбка называется парау. С лаймом, с салатиком. И с пюрешкой. Она похожа на дорадо, но это не дорадо. Вот эта одна порция, это минимум на нас троих. Ну, если еще с какой-то рыбой дополнительно. Это их скандартный жареный рец. Так, сэван, сэнки. Красота какая, друзья, зацените. Мы попробовали креветки. Что я вам скажу? Наверное, до этого я креветки не ела. Не ела. Все, что я ела до этого, это чушь. Макс, а ты как? Максим же вообще не любитель рыбы, но тут... Ну, Макс, расскажи, бабушки, дедушки будут смотреть, подписчики. Ты уже попробовал, Макс? Да. Но ощущения вообще не понимала. Тебе нравится? Как мясо? Как мясо, как курочка? Да. Специи, как тебе? Соли чуть-чуть, соли. Надо добавить? Прошу, пожалуйста. Теперь. То, что надо. Супер. Просто мясо. Да, дай. Да, нет. Держи. Сытый ребенок, счастливые родители. До нашей цели в 5000 подписчиков осталось совсем немного. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. До встречи на следующей неделе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok